Девушки по вызову, вы когда-нибудь эмоционально привязывались к клиентам? Влюблялись в них? Если да, то что из этого вышло? Уверен, нас ждет много историй со счастливым концом. Серьезный ответ, так как тут таких мало. Я неоднократно влюблялась в клиентов и привязывалась к ним в эмоциональном плане. Но я всегда находила в себе силы сделать шаг назад, когда чувствовала, что все может зайти слишком далеко. Я работала не только в эскорте, но еще и на вебках. Поэтому, когда мне нужно было прийти в себя и напомнить себе, чем я занимаюсь, я могла пропустить пару свиданий или забить на неделю на стримы. Некоторые из моих нынешних друзей когда-то были моими клиентами. Я однозначно эмоционально завишу от них. Сейчас как-то даже странно вспоминать, что мы познакомились через интимные услуги. Когда клиент становится другом, ты отказываешь ему в своих услугах? Если да, то не странно ли это, учитывая, что познакомились вы именно таким образом? Когда такое происходит, меняется динамика отношений. Мне не приходится никому отказывать, потому что меня никто ни о чем не просит. Смотрю, тут немного серьезных ответов. В общем, я познакомился со своей женой в стрепушнике, в котором она работала. Я пришел туда со своими пацанами и сразу же приметил одну блондинку, которая танцевала то на одной сцене, то на другой. До сих пор в это не верится, но в моей голове тогда пронеслось. Она такая красивая и уверенная в себе. Ого! Я просто обязан заказать у нее танец. Затем я терпеливо дождался, пока она закончит свое выступление. Подошел к ней и спросил, не хочет ли она в приват. И в итоге она так для меня и не станцевала. Потому что следующие несколько часов мы сидели в конце клуба и рассказывали друг другу о своей жизни и увлечениях. Между нами была такая связь, какую я никогда не испытывал с другими девушками. Потом в какой-то момент в клубе включился свет и всех попросили уйти. Я достал кошелек, чтобы расплатиться с ней, но она не взяла с меня ни копейки. Она оставила мне свой номер и уже на следующих выходных мы пошли на первое свидание. На данный момент мы женаты 5 лет. Я бы в жизни не подумал, что познакомлюсь со своей женой в стрепушнике. Через несколько месяцев, как мы начали встречаться, она бросила свою работу и вернулась в универ. Сейчас у нас обоих отличная работа и стабильная жизнь. Мы однозначно изменили жизнь друг друга к лучшему. И я люблю ее всем сердцем. Мы болтали с ней часами. Сэр, с вас 30 тысяч долларов. Неожиданная история, прикольно. А когда вас спрашивают, как вы познакомились, вы выкладываете все как есть или у вас есть какая-то легенда? Мы всегда говорим, что познакомились в одном известном у нас баре. Нам нравится то, что у нас есть небольшой секретик. Пока никто ни о чем не заподозрил. Я бывшая ночная бабочка. Один раз я действительно влюбилась в своего клиента. Он выглядел как рокер, у него была куча татух. Он всегда предлагал мне кофе и любил поболтать со мной о музыке и книгах. Один раз он сделал для меня плейлист из своих любимых песен и подарил мне свою любимую книгу. Тогда же мы обменялись настоящими именами и честно обсудили наши жизни и отношения. Потом один раз мы встретились с ним в баре, и он познакомился с моими друзьями. Мы зависали всю ночь, а затем он завалился ко мне. Наши отношения длились около двух лет. За это время я бросила свою работу, вернулась в универ и устроилась на обычную работу. Мы жили вместе, моя семья была от него просто без ума, а я нравилась его маме. Разошлись мы по довольно обычным причинам. Мне нужен был ответственный мужик, с которым хотелось бы строить свою жизнь. Копить деньги и поддерживать себя в тонусе. Но у него на уме были лишь туры его группы, вечеринки и бухло. В последний раз, когда я его видела, он лечился от алкозависимости и находился в очень нестабильных отношениях. А в прошлом году я встретила его маму. Она сказала, что бизнес его накрылся. На лечение он забил и до кучи его бывшая обвинила его в нападении. Надеюсь, что он справится со своими проблемами и избавится от зависимости. Я по-прежнему благодарна за то время, что мы были вместе и не держу на него никаких обид. Я парень, который предоставляет платные интимные услуги другим парням. Я ни разу не влюблялся в своих клиентов. И у меня никогда в этом деле не было клиенток-девушек. Но, несмотря на то, что я никогда не влюблялся, хочу отметить, что к некоторым клиентам я испытывал глубокое уважение. Я был искренне рад снова их встретить и поинтересоваться, как они поживают. С некоторыми из них мы были настолько близки, что наши встречи превращались в посиделки перед телевизором и разговоры о глубоком. Правда, в эти моменты моя голова обычно лежала у них на коленях. Легкие 300-400 баксов и никаких налогов. Кстати, за свою работу я понял одну вещь. Мужикам очень не хватает физической близости. Я сейчас не про шпили вилли, а про обнимашки, про подержаться за руки и так далее. У меня были разные мужики от 30 до 60, которые признавались мне, что за всю жизнь их никто не держал за руку. Когда я допер до этого и стал обниматься со своими клиентами, количество моих постоянных клиентов выросло на 50%. По этой же причине сегодня я с большинством клиентов уже не сплю. Дико круто, когда тебе платят за другой уровень близости. Я какое-то время работал в борделе в качестве дизайнера-арт-директора. Один раз у нас планировалась фотосессия с девочками, и я собрал их, чтобы обсудить кое-какие детали. Одежду, насколько они готовы демонстрировать свое тело, лицо и так далее. С одной из них мне было общаться как-то особенно приятно. Я очень хотел с ней поработать, потому что у нее был очень яркий характер, и я понимал, что это круто отразиться на фотках. Но когда настал съемочный день, она не пришла. Оказалось, что в тот день один из ее клиентов сделал ей предложение, и она сказала да. Я как-то шарился по всяким вебкам-сайтам и познакомился с девушкой, которая там работала. Мы долгое время общались и стали хорошими друзьями. Потом она однажды предложила провести отпуск у нее. Она была замужем, но мы все равно замутили. Через несколько дней я решил растянуть свой отпуск, и мы начали делать парное вебкам-шоу. Одной из наших постоянных зрительниц была 50-летняя женщина, у которой была зависимость от пластической хирургии. Вообще, для своего возраста она была очень даже ничего. Спустя несколько недель донатов с ее стороны, я кинул ей в приват свой номер, и мы начали переписываться. Вскоре после этого я и моя партнерша по шоу разошлись, и я сошелся со своей взрослой подругой. Какое-то время наши отношения с ней были чисто денежными. Местами это было как-то странно, потому что у нее была дочь моего возраста, которую она совершенно не стеснялась брать на встречу со мной. С другой стороны, мне было пофиг, так как она давала мне столько денег, сколько у меня никогда не было. И водила меня в такие места, которые я бы сам себе не позволил. Шло время. Я уже стал ночевать у нее дома. По утрам готовил ей и ее дочери завтрак. Потом я начал помогать им со всякими домашними делами. Потом один раз я остался у них, когда моя взрослая подруга работала из дома. Ее дочь тоже была дома и весь день сходила с ума из-за каких-то терок с отцом. В какой-то момент она начала изливать мне душу, и из моих уст вырвались слова ободрения, после которых я подошел к ней и по-отцовски обнял. В ту самую минуту я понял, что наши встречи за деньги уже таковыми не являются, потому что я привязался к этим двоим как к семье. И меня это дико напугало, так как мне было всего 20 с копейками. А я уже выполнял роль отчима для молодой девушки, которую я был бы и сам не прочь свайкнуть вправо. Если бы, конечно, Тиндер существовал в то время. Я работала в эскорте и зашибала по 5000 долларов за ночь. Но потом жутко втюрилась в странного ботана, который только и делает, что курит травку и играет в видеоигры. Но я счастлива как никогда. Теперь, вместо того, чтобы где-то шляться, я смотрю с ним аниме и кормлю его пиццаролами. Я самая счастливая девушка на свете. Это что, слитый сюжет ремейка фильма «Красотка»? Моя подруга – бывшая девушка по вызову. Она попала в этот бизнес как раз из-за того, что у нее были серьезные проблемы с привязанностью к людям. Она привязывалась даже к тем клиентам, которые относились к ней совершенно по-скотски. Она как-то сказала мне, что если бы я не заставила ее обрубить с ними любые связи, переехать ко мне и обратиться за помощью, то она, скорее всего, бы уже вышла замуж за одного из этих мудаков и нарожала ему детей. Я сейчас не буду тут читать вам мораль о том, хорошо продавать свое тело или плохо. Но я хочу, чтобы вы поняли, что на данный момент в этом бизнесе работает огромное множество ранимых людей, страдающих от глубоких проблем. Я не говорю, что все такие, но этот бизнес очень притягателен для людей, которые плохо различают физическую близость и эмоциональную. Скорее всего, мой комментарий затеряется, но я все равно отвечу. Недавно познакомилась с клиентом моего возраста и просто по уши в него влюбилась. После первой нашей встречи я не взяла с него ни копейки, потому что нам обоим было дико по приколу друг с другом. Он не ревнует меня к другим клиентам и понимает, когда я говорю ему, что мне нужно личное пространство. Пока что у нас все идет отлично, задайте мне тот же вопрос через месяц. Изначально я просто хотела, так сказать, помочить ножки во всей этой теме с отношениями за деньги. Но в итоге реально влюбилась в своего папика. Мы с ним до сих пор вместе. Меня трудно назвать полноценной девушкой по вызову, хотя у меня до этого уже был опыт с другим папиком. А еще я одно время продавала свои трусики. Это чисто бунтарская тема, я пошла на это уж точно не из-за денег. Через пару месяцев наших встреч я перестала брать у него деньги, и мы стали обычной парой. До этого он платил мне по 600 долларов за каждое свидание. Встречаемся в таком формате полтора года, и уже подумываем о браке и детях. Только вряд ли мы расскажем детям, как мы познакомились. Моя девушка работает в этой сфере, однако познакомились мы совершенно обычным образом. Одна из ее коллег сейчас замужем за своим бывшим клиентом. Другая пока просто встречается с бывшим клиентом. Но это все исключение. Девушки действительно чувствуют определенную привязанность к некоторым клиентам. Это весомая часть их работы. Многие из женов, с которыми они работают, либо вдовцы, либо мужики с неудачными браками, либо просто челы с проблемами. Общение и близость их интересуют не меньше, чем плотские утехи. Но не стоит ожидать от девушек, что они захотят чего-то большего, чем профессиональных отношений. Одна девушка, с которой я дружу уже приличное количество лет, познакомилась со своим мужем в Стрепушнике, в котором она тогда работала. Она рассказывала мне, что втюрилась в него мгновенно. Особенно, когда поняла, что его туда затащили насильно, потому что это был мальчишник его брата. Она сказала, что у него был такой видок, будто он лучше бы сидел у Зубнова и занимался своими пломбами, чем находился в том месте. В общем, они разболтались, она угостила его диетической колой, а затем они обменялись номерами, и уже через год он сделал ей предложение. Ровно через год после знакомства. Скоро исполнится 15 лет, как они поженились. Прошлый ее мужик был жутким абьюзером, поэтому она даже и подумать не могла, что она когда-нибудь сможет полюбить еще раз. Но тут бац, любовь с первого взгляда. По их словам, я в такое не верю. Всегда, когда он рядом, она просто светится от счастья, и это поистине прекрасное зрелище. Большое спасибо за просмотр. И если нас смотрят девушки по вызову, то напишите в комментариях, вы когда-нибудь эмоционально привязывались к клиентам, влюблялись ли в них? И если да, то что из этого вышло? И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока!